Хей-хей, всем привет, с вами Сава. И сегодня мы увидим игру... Мы увидим обзор на игру. Я долго думал, на какую игру можно сделать обзор. Я смотрел много игр в интернете, и вот мой хороший друг предложил мне одну игру, которая вышла совсем недавно, это... Это игра Syndicate. Поиграв немного в неё, я понял, что это полнейшая хуйня, и послал её нахуй. После этого я взял и рассказал об этом другу, и он предложил мне ещё одну игру, которая тоже не самая... Не так давно вышла, это... Это Сириус Сэм. Но поиграв в него, я понял, что особо рассказывать там не о чём. Именно поэтому я выбрал Лупэй Дэй. Вот. Так что давайте приступим к просмотру, и... И вот, собственно, игра. Меню нас встречает тем, что нам даётся выбрать, что мы хотим ограбить. Я вам покажу самую первую... Самую первую миссию... Это Первый мировый банк. Вот. Потому что поиграв в те... В те, не знаю, карты, миссии... У меня каждые пять минут убивали. И что записывать? Я просто не знал, что там можно записать. Ебаные снайперы меня просто пиздошили в голову. Послушаем, что нам говорят. Вот. И... Мы приходим в этот банк, и вместе с нами... Какой-то ниггер... Джейсон Стетхэм, который можно пройти на сквозь. И чувак, который играл, меня зовут Эрл. Ну, мне так кажется. Хуя, мы прям проскочили эти... Мы еле-еле ворвались в этот банк. Как настолько никто не заметил. Вот. Хочу сразу сказать, что игра это просто охуительно. И идея сделать игру... На основании ограбления... Это... Это просто охуительная идея. Эта игра мне очень сильно напоминает... Очень сильно напоминает Хитмана. Потому что... Так же, как и в Хитмане, здесь можно пройти миссию в рейтинге Ассасин. В теле Ассасин, да? То есть, очень тихо всё сделать. Или можно пиздошить всех. В этой миссии я не понял, как здесь можно пройти в рейтинге Ассасин. Потому что я пытался в разных стилях пройти эту игру. Я пытался... Подожди, пока этот жирный дед, блядь, уйдёт куда-нибудь в угол, чтобы взять запиздошить его, чтобы никто не увидел. Но нет, он стоит на месте, блядь, и звонит по какому-то телефону. А вот этот пидор, который там вдалеке... Да, вот через это. Он там всё время стоит. И как только мы называем буквы... Букву F, он просто... Он... Нас все пиздошит. Вот. После этого мы... Путок мы его связали, мы идём, открываем какую-то херню. Чтобы взять там... Бурильную... Установку, которую... Туда положил наш друг, но который уже после этого посадили. Я вообще не понимаю, как бы он... Как он нас не сдал, я бы сдал к чертям всех. И себя в... И того в первую очередь, а потом всех остальных. Вот. Напарники здесь тоже... Охрененные помощники, потому что... После того, как меня начали стрелять, я хотел всех расстрелять к херам, но они уже все... Они уже все падали. И это тоже круто. В этой миссии, так же, как и во всех остальных, есть... Ебаный снайпер, который непонятно откуда, при этом... Не ломая стёкол... И душит вас прям в жопу. Так же здесь можно крик... На всех кричать, что очень похоже на сват. Только здесь вы... Террорист, можно так сказать. А не коп. И это тоже круто. Хуя невидимая стена. Да. Вот. И после этих заложников можно будет... Можно будет менять на какие-то ваши просьбы, которые нужны вам. То есть, это будет и вертолёт. Это будет и какой-то машина, или грузовик какой-то большой. При этом вы можете взять самого главного. Самого главного в этом банке, да, у которого мы украли этот крючок в начале. Так вот, вы можете взять его и уехать с ним. При этом ехать по шоссе, или по какому-то мосту, и скинуть его в реку, а потом уже удавить по всем газам. И это просто охренительно. Вот. Одного я сначала не понял. Зачем нам удалять эти веб-кам... Эээ... Удалять... То, что записала камера, ведь мы в масках. А потом я вспомнил, что в самом начале игры мы же без масок. И заходим... Заходим в банк без масок, и лист наш виден, и тогда... Тогда, только потом я уже понял, что всё-таки, да, надо бы её стереть. Вот. Я всё равно не понял, можно... В такой игре можно было сделать заставку хотя бы получше, а не всё время один First World Bank. Вот. После этого я побежал сразу же к этой установке. Чтобы, если что, помогайте, потому что она иногда может глючит, как там было написано. И тут я услышал у чуваков то, что там снайпер. Господи, как же, блядь, меня заебали. И одного из наших уже положили. Двоих из наших уже положили, и сейчас-и-час ляжет третий. Да, Даллас был... Даллас был последним, кто лёг, но и его я успел спасти. А остальных просто повязали. Не знаю, они просто исчезли на самом деле. Эти пидрами не видели, и я просто загандошу. Хотел сначала их взять, но... Там осталось две-три... Одна... У одного, одна, а у другой... Три секунды, и я не успел бы их... Поднять, и поэтому я решил начать сдался. Охуенно у него масочка, конечно. И то, что он, блядь, болеется... Что произошло, я не понял, я не говорил ему ничего, я не махал ему, не помогал ему встать. Ну, ладно, самое главное, что он встал, и с ним мы уже будем до конца этой миссии. Хуя себе, какой он... Какой, блядь, он... А, кто-то напер... Это вот этот чувак, который только что умер, он, наверное, от Саха обосрался. Как вы знаете, все перед смертью... Все перед смертью они обсираются. То есть во время смерти они умирают, и они обсираются. И он вместе с этим ещё и перданул. Причём очень жёстко. Вот, перестрелки здесь довольно-таки унылые. Это, наверное, один из... Один из маленьких минусов этой игры, потому что... Перестрелки здесь довольно-таки скучные. Вот, и... И, ну, мне они не очень понравились. В общем-то, вот так вот. Сама механика игры... Это круто. И чё, повторю, эта идея сделать из обычного шутера первого лица... Сделать... Симулятор... Вора, который грабит банки... Это охрененная идея, по-моему. Насколько я помню, эта игра сначала вышла не сразу на ПК, а сначала она вышла на Иксбокс. И... И... Я сразу хотел в неё поиграть, но была одна проблема. У меня просто не было Иксбокса. Вот, я подождал, когда она выйдет в стиме, и охуел, сколько она стоила, потому что она стоила около 500 рублей, и я сказал, пошли всё нахуй, я... Потом я её куплю на трекеры за... 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 за бесплатно. Вот, и я это сделал, и... И я не прогадал то, что я ждал в той игру, потому что... Потому что игра реально просто охуительная. И тут... Остал сраных 13 секунд, и дал, садись сюда. Да, это было... это было круто. Мы ждали ещё целых 13 секунд, и дверь сама открылась. И как... и что вы думали? Всё? Всё? Нет? Нет больше никаких... полицейских? Ну нет, блядь, я этого хотел просто прикладом заебошить. Бил всё подряд, но не было по нему, и... Чуть сам не сдох, и... И он, пицц, всё равно встал, и я его загандошил. Дальше, по схеме, мы должны взять и попасть в хранилище, которое находится... Я не люблю мужиков, которые стоят ко мне сзади. И спереди тоже. Так вот, должны попасть в хранилище, которое находится прямо вот под... Эээ... Прямо под этим кабинетом, но... Почему бы не взять и спуститься вниз? Я пытался спуститься, но там ничего нет. И почему бы не сделать там сразу дверь? Чтобы сделать такую же хрень для бурения, например, и подождать немного времени, но... Здесь я ни хрена не понял, что происходит. Я бегал, я... Я хотел поджарить свою попку, наверное. Я не знаю. Он говорит, что осталось 30 секунд, но через эти 30 секунд не произойдёт рон, что там нихуя. 20 секунд... Ну ничего же не будет. После этого я хотел... Я, знаете, просто взял, брал, бегал... Бегал по этому горящему полу в надежде, что он возьмёт и обрушится. Или стрелял по нему. Ну... Ничего не происходило, и моя попка просто подгорала. Вот, я прыгал туда, я бегал обратно, и дал. Зачем-то я пошёл я сюда, ты сгоришь к херам. Чёрт ебаный. Я стрелял, но ничего не помогало, и я решил ждать. Ждал я до такого момента, что... Пришли... Пришли просто ебаные копы. Я стрелял по всему, что можно было. И... Да, следы от пуль были просто охуительные, особенно на стекле. И тут я увидел копы, и понял, что ждать уже... Что ждать чего-то охуительного не надо было, и не нужно было. Потому что у меня было мало патрона, хотя бы почему-то пуль. Писали мало пуль, как будто я маленький ребёнок. Я взял пистолет с глушителем, который нихуя не попадает. Даллас, я сел там, который... Его ударили электрошокером. Я пошёл туда, и в надежде... В надежде, если я ещё раз пробегусь, что-то произойдёт. Но какой-то пидорно... Я пробежалась, и нихера не произошло. Я решил засеть в углу. Мой... Мой партнёр Даллас уже валялся во всю. Я хотел его спасти, но я не мог. Я стрелял в надежде, что что-то произойдёт, но ничего не произошло. В этом кабинете я умер. И, я думаю, сгорел к хуям. И я сгорел к хуям, я так понимаю, потому что у меня ударили шокером, и били ему очень долго, пока не упал хирам. В общем-то... На этом заканчивается мой обзор. Всем спасибо, до свидания. Игрей, забыл бы сказать, игре я это ставлю 8 из 10. Всем спасибо. Бэдхюрт, тебя затроллили, дружок. Бэдхюрт, возьми на полке пирожок. Теперь ответы строчить поздно. Угрожать в комментах грозно. Вычислять по IP-адрес. Уморять, прекратить слёзно. Ведь только что всю твою копку разорвало на тысячу кусков. Бэдхюрт. Бэдхюрт.